Евгений Ильич начинал профсоюзную деятельность, с чего-то появилось в момент перестройки. Активно ездил с Владимиром Ильяновичем, ездил в Международную Федерацию Актерских профсоюзов. Велись там огромные дебаты. Я не хочу говорить, что там куда-то, во что-то там проговорился. Тогда не важно. Но Владимир Ильянович жил на всех этапах еще при советской власти. Сейчас, уже, извините, будучи вице-президентом крупнейшего в мире сообщества, исполнителя, я все-таки хотел бы, чтобы он свое понимание прокомментировал на то, что у нас происходит, в каком правильном направлении нам нужно двигаться. И мы двигаемся. Пускай не той большой скоростью, которой хотелось бы, но двигаемся. Деньги все-таки очень активно меня пытаются спровоцировать проект, что на лекции не будет. Вы понимаете, какая штука? Да, действительно, в той или иной мере, разговоры и обсуждения, подробные нашему сегодняшнему, в общем-то, идут еще с поздно-перестроечного времени. Я очень хорошо помню еще 88-й год, когда мы с тогдашним руководством советского еще профсоюза, работников культуры, встречались с инициативной группой, которая тогда создавала директором советского союза, как структурное подразделение союза книгографистов, и, в первую очередь, с директором, и многие годы после этого, вообще, значит, работа эта велась такая совместная, как будто мы пытались найти какие-то общие решения, общие расходы. Понимаете, какая штука? Естественно, в каждой, или как? Начнем с того, что мы не должны с вами думать, что все равно, хоть и 30 лет почти уже прошло, при некой в роде рыночной экономики, в которой мы с вами живем, тем не менее, это все-таки все равно еще эпоха перехода. Денис совершенно верно сказал, что в театре во многом, да, эта система восходящая, в общем-то, далеко не только в театре во многих отраслях, во многих сферах нашей жизни и деятельности жива и продолжает существовать и определять нашу жизнь и поведение союзное наследие. Никуда этого не денешься. Поэтому, допустим, очень часто, когда мы пытаемся объяснять, значит, нашим коллегам, скажем, из Западной Европы, из Северной Америки, какие-то наши реалии, да хоть те же самые знания. Значит, это вот, встречаешь стеклянный взгляд, он пытается понять тебя, но он, дей Бог, истинный не может, потому что это нечто, это зверь, которого нет, которого он никогда не видел, и он даже не может себе представить, чтобы это каким-то образом, значит, определяло, ну, если хотите, статус, стоимость, что угодно, артистное исполнение. Если говорить в общем, понимаете, как, нужно учитывать, что, допустим, даже самый законопроект, который сегодня снова активно обсуждается, да, законопроект по востребованности. Собственно, действительно, второе уже его издание, потому что где-то, вот так, получается, уже 5-6 лет, да, 13-й год, когда обсуждалось это активно и на уровне Госдумы, да, и здесь тоже, и я сразу помню, что в комитете культуры Госдумы за что устраивали слушания, в том числе и я не охранил. Это, кстати, такой серьезный пример высоко реактивного мышления и реактивных действий. То есть, пришла некая группа, ну, исключительно, заявила свои требования, значит, на эти требования мы немедленно реагируем, пишем некий текст, не то, что сырой, а он вообще достается, понятно, что слухно согласуется с реальностью, что, в общем-то, все выступающие передо мной и сказали. Значит, тем не менее, мы его начинаем продевать, потом поднимаем агар. Нет, он как-то такой совсем не туда, ни к чему. Ну, давайте мы его тихонечко слухно поломим, чтобы мне позволить сохранить лицо. Я к тому говорю, что, в общем, никакой стратегии более или менее среднесрочной, долгосрочной модернизации нашего уговорства, в том числе применительно к нашей сфере, то есть не только к сфере сценического искусства, но и к сфере культуры шире понимаемой, и к бюджету, можно так сказать, нет этой стратегии. Значит, есть негкие метания, есть негкие такие судорожные действия, вроде этого проекта, не знаю, какого его судьба будет словом. Тогда как, естественно, есть очень такие вменяемые, разумные примеры достаточного целостного подхода, где у вас есть какие-то и буки СДО в целом. Значит, тут тоже французская руководитель, специальная законодательность, которая обеспечивает и достаточную гидрость этих отношений, и в то же время достаточную степень социальной защищенности артиста. То есть артист, условно говоря, не останется без отчислений в социальной форме, артист не останется без оплаченного отпуска, без больничного, условно говоря. Артисту при этом еще будет и гарантирована та или иная форма отчислений за последующее использование результатов его творческого пруда. То есть мы с вами еще пока не касались этой огромной, значит, и сложнейшей сферы французской эквазии, собственно, артистской исполнительной, да? Причем это как раз классическая ситуация, если хотите, не диалога, а тройственного взаимодействия. То есть есть и профсоюзы, причем не один. Разные, их несколько, их много. Это и ассоциации работодателей, и выделения работодателей. Причем не только в частном, но и в государственном секторе. И это государство, которое все-таки не играет прямую, или, так сказать, уж наглую, если хотите, на стороне, скажем, более сильного работодателя, а все-таки пытается выполнять роль арбитов. То есть вот схема, которая работает. Причем работает так, что мы можем даже пытаться защищать наших людей, наших артистов, которые туда попадают, значит, бывают, не секретно, потому что ситуации везде разные, везде и не везде разные, бывают обмануты нечистотопытные работодатели по разным причинам. Вот сейчас как раз, значит, то есть Денисины занимаются судьбой, значит, одной такой, значит, девушки из Кыргызстана, ну, это только, так сказать, один пример, которая была приглашена, значит, на балетный спектакль, травмировалась по мене работодателя. Вот сейчас, значит, с того года уже французский профсоюз, значит, при нашей коммерции, занимается тем, что этого работодателя, значит, пытается, я думаю, что системы, в конце концов, обсудить компенсацию достаточно значительную, я думаю, что это будет значительная сумма в 1000 евро. Были у нас примеры аналогичные в прошлом. Это я говорю почему? Я говорю потому, что есть решение, есть алгоритм действий, здесь, так сказать, готовы подсказать и готовы помочь подставить спорты, чем наши коллеги и Северной Великой и Западной Великой. Это касается не только сферы живого театра, это касается и аудиовизуальных отраслей, о которых, так сказать, Денис упоминал, что, да, это действительно сильная и мощная организация, но они не были всегда такими сильными и мощными. Они тоже начинали, пусты, с нуля, в открытых источниках, можно прочитать мафия, не мафия, но когда действительно в том же самом Голливуде начиналось 30-е, начали 30-е годы в бендика, на 4-х, но это было буквально горстко, дюжима людей, которые решили попытаться сформировать свою организацию. Нет оснований считать, что такие вещи невозможны в нашем регионе? Вы слышали, что профсоюз работников культуры, как бы она ни применялась, в том же время, определённые подвижки, определённые шаги есть. Никто не говорит, что та схема, которая есть сейчас, значит, оптимальна для тех отношений, будем говорить, производства рабочих, которые формируются, допустим, в театре. На мой взгляд, я давно это говорил уже, я это говорил уже, в общем, не первые десятки лет, что в нашей ситуации нам, безусловно, нельзя ориентироваться на, как бы сказать, на чисто производственные, в принципе, вообще, вот, как бы, ну, понятно, что театр, ну, если вы видите, то тоже производство объединились, вот, ну, да, вот там есть профорганизация, вот это основа основ, но, в общем, необязательно, у вас все люди, все артисты, которые, опять же, с очереди от выступавших, в данный момент времени обязательно заняты где-то на постоянной основе, в каком-то постоянной политике. Это факт. И, если мы будем брать ангелизуальность, то там это просто не факт, а это, как бы, нормальное существование. Нет, не постоянной. Реально существование. Значит, должно быть что-то, значит, право-заим должен подстраиваться под эту структуру. Да нет, закон должен быть о культуре, которую никто не видел. У нас есть свои особенности. Извините, короткий вопрос. 22 марта назначены парламентские слушания по закону о культуре. Кто видел проект закона? Ни один человек его не видел. Ни в СД его нет. Ни в Комитете по культуре у Европольской его нет. Ни в Российском профсоюзе работников культуры нет проекта закона. Ни в Экспертном институте нигде нет проекта закона. А 22 марта его уже собираются на парламентские слушания обсуждать. Вот же в чем проблема, понимаете? Мы можем говорить все что угодно. База должна быть. Президент подписал. Что президент подписал? Основы. Президент подписал. Стратегию. Вы говорите не о стратегии. Есть стратегия. И она подписана президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы этого не используем. Почему? Потому что нам не дают это использовать. Понимаете? Нет социального партнерства. Про союзы не работают с социальным партнерством. Куда вы не обращались? Работодатели. Нет. Работодатели. Про союзы работают. Работодателей нет. Везде отказ. Извините, Денис. Вы говорите по ходу коллективных договоров. Вы правильно сказали. 90% работодателей не заключают коллективные договора. Они не выполняют. Да. И они ставят блок этому. Они выполняют это социальное партнерство. Сколько вы про союзские обращались? У нас на Таганке на минуточку в 15-м году было уволено 40 человек. Знаете почему? То есть а 15-го июля у нас закончился срок действия коллективного договора, а 16-го июля эти люди были уволены. Потому что договор не продлил руководителя. И до сих пор прошло 3 года четвертый дог. Вот договор с нами не заключается. Как мы должны воздействовать? Что мы должны делать? Мы выходили на митинги. Вы видели, все по интернету транслировали. Плакаты у театра на Таганке. В 16-м году, в 17-м году. Что мы только не делали. Ничего. Ноль. Понимаете? Нет социального партнерства. И никто из профсоюза не может нам в этом помочь. То есть я вас прошу, Денис, пожалуйста. Пишите какую-то резолюцию. Куда угодно. Запросить проект закона о культуре. Будет большая новость, когда мы прочитаем этот проект. И что мы там увидим, никому не понятно. Пожалуйста, запросите проект. Я вот ответ на ваш вопрос. В соответствии с тем же федеральным законам общества по власти Российской Федерации. Все законы-проекты, в первую очередь, стоят на митинге, как и закон о культуре, здесь в нашей культуре. Но его и чтение мы будем здесь проводить. У вас здесь проект? Нет, у нас его нет. Но когда он будет? Все равно он будет. Все равно он будет. То есть 21 марта парламентские слушания не объявлены? Нет. 22 марта соберет Госдума, в комитет по культуре. Мы соберем все, что ли, все. Парламентские слушания объявлены? Нет, там соберут, насколько я... Расписание, посмотрите. Соберут там людей, представители... Как правильно там называется? Отчастного совета. Я верю, все будет пока обсуждать. Никакого закона проекта нет. Но нет его еще. Есть закон в 1993 году, который ты видишь. Откройте сайт по культуре. Там четко написано. 22 марта. Покажем предслушание. Откройте сайт по культуре. Нет. Это не может быть. Хорошо. 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 Хорошо.